Еще до начала игры чувствовалось напряжение спортсменов обеих команд. Ребята разминались, настраивались, проверяли техническое состояние мотоциклов. Важность матча сложно переоценить. Нашим ребятам необходимо было одержать победу. С первых минут команды показали жесткую, но техничную и красивую игру. Казалось, что ребята работают на максимуме своих возможностей. Результат первого периода 2-1 в пользу Колоса. Есть такое понятие о том, что мотобол играют все, но выигрывает Металлур. Поэтому мы, конечно, ждем победы нашей команды. Я абсолютно уверен, что хорошая подготовка приведет все-таки к замечательному результату. На игре присутствовала президент Европейской мотобольной комиссии Паскаль Жако, которая лично поприветствовала каждого спортсмена. Во втором периоде наши ребята исправили положение, и счет стал 4-3 в пользу Металлурга. Игра напряженная. Все атакуют. Забиваем голы. Ну, стараемся. Думаю, еще покажем красивый мотобол. Главное, чтобы без травм все закончили, потому что спорт очень такой контактный. С каждой минутой игра становилась агрессивнее. Было видно, что у ребят появилась в хорошем смысле спортивная злость. Третий и четвертый периоды прошли на больших скоростях и на одном дыхании. На стадионе в этот день присутствовал посол Словакии Петер Припутин. Он рассказал, что про мотобол раньше никогда не слышал, а узнал только во время недавней рабочей поездки в Винное. И с удовольствием пришел на стадион посмотреть игру. Я в восторге от этой игры. Я привез детей своих, чтобы посмотрели. Нам очень нравится. Но еще не специалист. Буду чаще или регулярно приезжать, потом вам аккомментирую саму игру. Финал встречи был самым интересным и насыщенным по части ярких моментов. Чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону. Внутрибуны ревели, эмоции зашкаливали. Но все же Металлург уступил гостям из Ставропольского края со счетом 5-6. Готовились очень серьезно. Это наш самый главный и принципиальный соперник. Мы долго идем к этому, чтобы победить. Мы стараемся. Соперник очень непростой. Но мы стремимся к победе. Среди видновчан в этой игре отличились Антон Гусев и Иван Крештопа. А у команды «Кола» с неизменным фаворитом стал, как обычно, Сергей Крошка, который забил в ворота соперника 4 мяча. И даже болельщики, которые пришли поддержать команду наших земляков, признают, что у Металлурга появился сильный конкурент. Мне очень понравился матч. Наконец-то в нашей стране появилась достойная команда, которая может дать красивую, показать игру. Я очень много лет слежу за Металлургом. Давно не было такого количества болельщиков. И несмотря на то, что на домашней игре мы проиграли, но игра мне очень понравилась. Впереди еще много встреч в рамках чемпионата России. Но без сомнения этот матч запомнится надолго и пополнит золотой фонд лучших игр за всю историю мотобола. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.